Золотоносное месторождение Кумтор полностью перешло во владение Кыргызстана. Между канадским инвестором, который разрабатывал рудник, и правительством страны подписано мировое соглашение. Документ предусматривает в том числе отказ от всех судебных претензий друг к другу. Все подробности в материале нашего собственного корреспондента в Кыргызстане Бахыта Чермашева. Больше года длились переговоры между властями Кыргызстана и канадской компанией Центера Голд Инкорпорейтед о судьбе крупнейшего в республике золотоносного месторождения Кумтор. Первоначально правительство страны подало несколько исков по защите местной экологии от вредоносного воздействия золоторудного производства. Сумма претензий превысила 3 миллиарда долларов. После отказа в их возмещении в мае прошлого года на предприятие было введено внешнее управление. Канадская сторона обратилась в Международный арбитражный суд, после чего начались тяжбы по выяснению дальнейшей судьбы рудника. Месторождение Кумтор отныне полностью принадлежит Кыргызстану. Мы добились того, чтобы вся прибыль с мая прошлого года также поступала к нам. Это больше 300 миллионов долларов. Кроме того, мировое соглашение предусматривает выплату канадской компании 50 миллионов долларов США с целью сохранения и защиты природных ресурсов Кыргызской республики. Будет возвращен контроль над рекультивационным фондом золоторудных разработок в размере 53 миллионов долларов. Кыргызалтын и Центера обменяются акциям, и при этом кыргызская сторона вернет свою долю в совместной компании и получит полный контроль над рудником. В качестве мировых канадская сторона произведет на счет Кыргызалтына выплату дополнительных 11 миллионов долларов. Как вы знаете, судебные процессы и международный арбитраж могут тянуться долго. Пытаясь добиться более выгодных условий, мы могли потерять 5 и даже 7 или 8 лет, а также десятки миллионов средств. И не факт, что решение было бы в нашу пользу. В свою очередь канадская компания получает во владение 26% акций предприятия Центера. Раньше они принадлежали к кыргызской стороне и позволяли получать прибыль от совместной деятельности. Стоимость акции оценивается в 972 миллиона канадских долларов. Вместе с этим обе стороны отказываются от всех судебных претензий друг к другу без права оспаривания имущественных вопросов. Арбитражные разбирательства должны быть остановлены в течение двух дней после подписания мирового соглашения. Бакыч Ермашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан.